Друзья, всем привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет подробный обзор Samsung Galaxy Z Flip. Это первый флип, второго не было, третий выйдет уже этой осенью. Вообще, линейка Z это раскладушки, и у меня это первый телефон с таким дисплеем. При подготовке к этому видео я пересмотрела много обзоров, и большинство этих видео, очевидно, проплачены, где, не замечая все минусы смартфона, половину видео нахваливают фишки-оболочки, которые есть практически в любом из телефонов Samsung. Дата выхода этого смартфона в феврале 2020 года. Продается он в одной версии, это 8256, в цветах черный и фиолетовый. Цена в июле 2021 года в Беларуси на этот смартфон следующая. В интернет-магазинах он стоит 2316, а официальные салоны продают его за 3149. Я, кстати, этот смартфон купила в официальном магазине примерно полторы-две недели назад за 1560 белорусских рублей. По версии консультанта была ошибка на сайте, поэтому цена оказалась такой, но по закону они обязаны продать. И как это все происходило, чем закончилось, закончилось удачно, купив телефон за полцены, ссылку на этот влог я оставлю в описании. А вот в России официальная цена на этот смартфон 64 990. И плюс в подарок Galaxy Buds. Давайте посмотрим, что в комплекте. Коробка здесь тройная, коробка здесь хорошая. Z Flip. Открываем. Внутри у нас сменные амбушюры, наушники AKG хорошего качества, наушники Type-C. Переходничок. Зарядка. Телефон поддерживает зарядку на 15 Вт. Очень странный, но даже А71, который выходил в 2020 году, он дешевле в 3 раза. Он поддерживает на 25 Вт. И она была в комплекте. Здесь максимум 15 Вт. Зарядка. Также в комплекте был чехол. Вот такой из двух частей. Я эту наклейку не снимала, и он у меня постоянно соскальзывал. Чехол этот пластиковый, очень сильно царапается. Ходила аккуратно, но посмотрите, какой он у меня зашорханный практически за неделю оказался. И на самом телефоне было наклеено. Здесь указано, что телефон не влагозащищен. На экран нельзя клеить ни стекла, ни пленки. И также телефон не стоит носить рядом с магнитами. Переходим к внешнему виду. С металлической окантовкой. От царапин защищает Gorilla Glass 6-го поколения. Если мы посмотрим на телефон на белом фоне. Кстати, все стандартные обои идут черного цвета. Потому что на черном фоне не видно вот этого перехода. Не видна вот эта полоска. Вот она эта полоска. И на черном она не видна. Если мы посмотрим на смартфон на белом фоне. Здесь мы видим, что достаточно крупная фронталка. Достаточно узкий разговорный динамик. Широкие рамки. Они идут немножко возвышены над дисплеем. Если мы телефон складываем, то видим зазор. И между этим зазором собирается пыль. Собираются пылинки-песчинки, которые могут царапать ваш дисплей. А на него пленки клеить нельзя. Конструкция этого корпуса со складным механизмом. Внизу мы можем увидеть резиночки, которые предотвращают хлопок. Заявлено, что экран из ультратонкого гибкого стекла. Но судя по фотографиям в интернете, там где остаются небольшие вмятинки от ногтей. Либо от каких-то предметов. На стекло это не совсем похоже. Слот здесь на одну сим-карту. Вторую сим-карту либо флешку поставить здесь нельзя. И также телефон поддерживает E-SIM. Электронную сим-карту. На правой части смартфона у нас здесь сканер отпечатка пальца. На обороте двойная камера вспышка. Здесь же у нас маленький дисплей с диагональю 1,1 дюйм. Внутри находится скрытый шарнирный механизм, который обеспечивает плавное открытие и закрытие смартфона. И может его фиксировать практически в любом положении. И если мы вспомним старые раскладушки, которые захлопывались с легкостью, здесь такого нет. Открывать и закрывать телефон одной рукой неудобно, не получится. Телефон ощущается слишком хрупким и ненадежным, что одной рукой делать это даже страшно. 3,5 джека разъема для наушников здесь нет. Влагозащиты здесь тоже нет. Телефон достаточно длинный. Держишь в одной руке идет небольшой перевес, потому что больше чем половина смартфона висит в воздухе. Пользоваться одной рукой страшновато. Если я находилась в каком-то многолюдном месте, мне иногда даже казалось, что мимо проходящие люди из-за длины смартфона могут его просто зацепить. И он у меня ускользнет и упадет. Звонила я в официальный сервисный центр, который находится в Минске, для того, чтобы узнать, сколько будет стоить замена. Работа на любую из услуг стоит 75 белорусских рублей. Вверх с дисплеем замена стоит 180 белорусских рублей. Низ поменять 130, без учета работы цены называем. А вот замена дисплеем со складным механизмом стоит 1750 белорусских рублей. Причем я не уточняла, когда звонила, я этот смартфон разбила, либо у меня просто треснул этот телефон. Даже на официальном сайте Samsung в отзывах, очень много отзывов, когда люди пишут, что через месяц, через 4 месяца, у кого-то через 11 месяцев этот дисплей трескается. Также он трескается от мороза. Конструкция ненадежная, дисплей ненадежный, очень хрупкий. Я не уточняла, это гарантийный случай, либо нет. Мне назвали цену 1750 белорусских рублей. В обзорах российских блогеров я увидела, что в России замена стоит 7000 рублей, это примерно 300 белорусских рублей. Перезвонила, уточнила, говорят, что такая акция была в течение первого года, так как уже прошло полтора года. Вы приезжайте, напишем письмо, заявку отправим в Москву на рассмотрение, приложим фотографию, там уже как решат. Кому-то одобряли замену по более низкой цене, а кто-то платил полную стоимость 1750 белорусских рублей. Переходим к дисплею. Дисплей здесь динамик AMOLED с диагональю 6,7 дюймов, причем с учетом закруглений это 6,5 дюймов. 425 точек на дюйм. Здесь частота обновления экрана 60 Гц, 90 либо 120 Гц, здесь нет. При пролистывании эта впадинка ощущается не совсем удобно и непривычно до сих пор. Здесь также мы можем изменить яркость экрана чехла. Автоматическая яркость относится к основному дисплею, сюда она не относится. Здесь у нас диагональ дисплея 1,1 дюйм. Это у нас AMOLED дисплей, разрешение 300 на 112. Можем влистать влево и вправо, смотреть какие-то уведомления и переключать мелодию. Если нам звонят, мы можем поднять трубку, будет разговор осуществляться по громкой связи. Открываем и громкая связь автоматически не отключается, нужно ее выключать вручную. Если вам звонят и вы открываете телефон, нет такой возможности, чтобы при этом трубка поднималась. Двойное нажатие на кнопку включения-выключения открывает камеру. Нажимаем на кнопку громкости, получается фотография. И здесь мы не видим, что происходит вокруг, и поэтому кадр может получиться не очень. Это скрин дисплея. После первого включения, как вы видите, буква Е и мягкий знак смещены вниз. С обновлением это убрали, но как можно искать смартфон в продажу? И также был ужасно странный шрифт, например, обновить было огромными буквами. Тоже делала скрин, с обновлением это все убрали. С обновлением также это убрали, но это недобросовестное отношение к покупателям. Я уже вам говорила про длину этого смартфона. Если мы будем смотреть сторис в инстаграм, то они вот такие вот обрезанные. Сверху и снизу черная полоска. Выглядит это не совсем красиво при просмотре. Также, если мы будем смотреть ютуб, вот, например, влог. Как мы видим, также две большие черные полоски. Смотреть неудобно. И если я приближаю, то получается голова на весь экран. И также смартфон срезает то, что находится вверху и внизу. Не совсем удачно и не совсем красиво. Есть здесь FM-приемник. Bluetooth здесь 5.0. Есть здесь модуль NFC. 5G не поддерживает. Инфракрасного порта в этом смартфоне нет. Есть Always-On Display, но мне не совсем понятно, зачем он нужен. Так как он будет отображаться на раскрытом смартфоне, здесь никакого Always-On Display нет. Часики гаснут спустя 7 секунд. Также в шторке сверху я не нашла Samsung DeX. Это вывод экрана смартфона на телевизор. Здесь этой функции нет. Переходим к разблокировке. Разблокировка по лицу. Давайте посмотрим, как работает. И смотрим, как работает разблокировка по сканеру отпечатка пальца. Добавлять можно 4 пальца. Как мы видим, по скорости средняя работает и разблокировка по лицу, и по сканеру отпечатка пальца. Не очень быстро. Бывает и так, что 5 попыток у меня проходят впустую. Все равно приходится вводить графический ключ. У конкурентов телефоны даже дешевле разблокируют гораздо быстрее. Переходим к звуку. Звук здесь не стерео, звук здесь моно. Мелодия сигнала звучит громко. Давайте послушаем. Ну а при просмотре видео, либо при просмотре клипов громкости иногда не хватает. Хочется немножко более объемного звука. Хочется громко сделать больше. Разговорный динамик здесь тихий, не четкий. Не хватает четкости звучания. Если мы включаем громкую связь, громкая связь здесь тоже не совсем громкая. Во время разговора загорается зеленая точка. Вот она. И это датчик приближения. Отключаю Wi-Fi. Включаю интернет для того, чтобы вам показать, как работает, как вообще работает интернет. 4G мне не понравилось. Смотрите, телефон прогружает, ловит все антенки. Я нахожусь в центре города. Невозможно даже обновить ленту. Интернет. Как работает сеть? Мне не понравилось вообще. Даже картинки прогружаются медленно. Телефон нагревается, когда плохо работает интернет. Он уже нагрелся. Плохо прогружаются даже какие-то текстовые страницы в браузере. Переходим к фронтальной камере. Фронтальная камера здесь на 10 мегапикселей. Светосила 2,4. Без автофокуса, без оптической стабилизации. Большой угол захвата как на фото, так и на видео. Если мы складываем телефон наполовину, то изображение переезжает вверх. Внизу остается панель. Но это не совсем удобно, потому что угол меняется. И таким образом фотографироваться не совсем удобно. Есть широкий угол. В кадр влазит еще больше, чем при обычном. Если мы делаем фото на фронталку, не хватает детализации. Фотографии шумноваты. Если днем, то есть засветы. Если вечером, то много-много шума и плохая детализация. В общем, фотографии на фронтальную камеру мне не понравились. Видео записывают в форматах Full HD 30 кадров. Видео получается плавное. Вечером очень-очень много шума, очень много бликов. Посмотрите, насколько шумное лицо. Вечером очень много шума, очень много бликов. Если мы снимаем Full HD 30 кадров, то видео плавное. Можно переключаться на основную камеру. Full HD 60 темнее. Видео начинает потрясывать. Очень темно, очень шумно. Если это 4К 30 кадров, так же много-много шума. Просто все шумное. Видео плавное. Вечером шумное. 4К 60 кадров. Темнее, трясется, есть засвет. И в общем, по камере мне не понравилось. Ни фото, ни видео на фронталку. Вот вам для сравнения покажу пару кадров. Переходим к основной камере. Основная камера здесь на два модуля. Это 12 Мп светосила 1.8 и 12 Мп светосила 2.2. Угол 123 градуса. С автофокусом, с оптической стабилизацией. 8К нет, как в S20. Днем фотографии получаются сочные, яркие, красивые. Вечером фото и видео шумные и темные. Есть здесь режим ночь. Хорошо вытягивает свет. Также есть режим ночь на широкий угол. Не очень. Свет уже не вытягивает. И, наверное, лучше было даже не добавлять такую функцию. Видео также записывает Full HD 3060 и 4К 3060. Если мы смотрим видео, например, Full HD 30 кадров. Смотрите, сколько засветов, сколько шума. В вывеске все просто шумное, все некрасивое. В Full HD 30 кадров можно переключаться на широкий угол. Можно переключаться на фронталку. Вечером много засветов. Много темного, шумного пространства. Если это Full HD 60 кадров, темнее. Также шумновато. 4К 30 кадров светлее. Но посмотрите, какое все шумное. Все очень-очень шумное. 4К 60 кадров. Видео потрясывает. И широкий угол мы можем снимать на Full HD 30 кадров. И на 4К 30 кадров переключаться можно прямо во время видео. Если мы снимаем видео на широкий угол, качество еще хуже, чем при обычном. Если днем кадры получаются сочные и красивые, то вечером камера сдувается. Мне понравилось абсолютно не на эту сумму. Даже смартфоны дешевле. Например, S20 FE, который стоит в 2 раза дешевле, фоткает лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Пример записи видео Full HD 30 кадров. Как-то слишком много шума. Видео Full HD 30 кадров. Снимаю днем. До обычного шага. 4К 30 кадров. 4К 30 кадров. Запись видео светлее. Переходим к процессору. Здесь у нас Snapdragon 855+. Для сравнения в Poco X3 Pro, который стоит в 3 раза дешевле, 860 Snapdragon. 8 ядер. 1 ядро 2,960. 3 ядра по 2,420. И 4 ядра по 1,800. Процессор этот 64-битный. Изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу. И в Antutu набирает 547 тысяч баллов. Смартфон этот очень сильно и очень часто греется. Особенно верхняя часть телефона. Открываешь камеру, 5 минут работает. Телефон уже очень-очень горячий. Скачиваешь какое-то приложение. Например, Antutu скачивалось. Оно скачивалось 3 минуты. Телефон уже горячий. Работает мобильный интернет, который, как я показывала, работает очень плохо. Еле-еле. Телефон горячий. Если телефон стоит на зарядке, он также греется. Он постоянно греется в день по несколько раз. Просто останавливаю, не трогаю, даю ему остыть. Ужасно греется. Пользоваться неприятно. Переходим к батарее. Здесь установлен двойной аккумулятор. Батарея здесь на 3300 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку. Но на 15 Вт. На 25 Вт он не тянет. По скорости от 15 и 25 Вт. На и абсолютно одинаково. Быстрее не становится. Поддерживает беспроводную зарядку. И также обратную беспроводную зарядку. На спинку смартфона можно положить какое-то устройство. И поделиться зарядом. За 1 час просмотра видео в Ютубе на максимальной яркости через Wi-Fi в качестве 1080. Смартфон разрядился со 100 до 91%. Зарядка от 15 Вт комплектной. За полчаса от 15% до 47. За 1 час от 15 до 76. И за 1 час 40 минут от 15 до 100. Батарея этого смартфона мне не понравилась абсолютно. При средней активности батареи этого смартфона хватает до вечера. Если ваша активность ниже среднего, еле-еле протяните сутки. Первые 20-30% тают просто на глазах. Буквально за 2 часа телефон со 100 разряжается практически до 70%. При средней активности не скажу, что его сильно нагружает этот смартфон. В общем, батарея мне не понравилась. Подводим итоги. Плюсы этого смартфона. Компактный, в сложенном виде не сильно больше, чем наушники. Наличие беспроводной и обратной беспроводной зарядки. Наличие двух дисплеев и уникальный дизайн этого смартфона. Ну, давайте в плюсы еще наличие eSIM добавим. Минусы этого смартфона. Скользкие, длинные. Одной рукой неудобно не открывать, не закрывать, не пользоваться. Потому что то, что находится вверху, нужно либо перехватами добираться, что-то здесь делать. Либо пользоваться все-таки двумя руками. Нет здесь влагозащиты. Цена. Пластиковый корпус. Слот на одну сим-карту. Медленный мобильный интернет. Ощущение ненадежного и очень хрупкого устройства. Очень сильно и часто греется. Медленная зарядка. Не поддерживает 25-ваттную зарядку. Нет стереозвука. Тихий разговорный динамик. Нет 8К, как в S20. Не понравилась мне фронтальная камера. И основная камера вечером мне также не понравилась. И мне не понравилась еще батарея. Итог по этому смартфону такой. За эту сумму могли бы сюда добавить начинку от S20 или чуть проще от S20 FE. Если по начинке сравнивать с S20 FE, то тот намного лучше. Здесь вы переплачиваете именно за инновацию. Именно за вот этот вот складной дисплей, над которым я постоянно ходила, тряслась. Думала лишний раз в руки не брать телефон. Лишний раз его не открывать. Потому что это как-то ненадежно выглядит и ненадежно ощущается. Для себя такой смартфон однозначно нет. Ходить и стрястись, что будет ли с ним все в порядке, нет. Хочу уходить и пользоваться полноценным смартфоном, чтобы смартфон работал для меня, а не наоборот. Смотрите сами. Нравится, покупайте. Но я бы точно не советовала. Спасибо. Было очень интересно. Но на этом наша история закончилась. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх и обязательно пишите ваши комментарии. Всем пока!